Напоминаю, вы смотрите телеканал «Вариант». Декабрь на дворе. Мы выходим потихоньку на финишную прямую к Новому году. И буквально через несколько, через пару недель состоится премьера музыкального спектакля «Вовка в тридевятом царстве». Сегодня у нас в гостях актриса Владимирского академического театра драмы и режиссер того самого новогоднего спектакля Анна Зайцева. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Две недели до премьеры, даже меньше. На даты смотрите меньше, однозначно меньше, 11 дней. Много это или мало? Наверное, это очень мало, всегда мало. И ты думаешь, что что-то не успеваешь, что-то где-то нужно доделать, где-то что-то не так. Вот этот процесс постоянно. Я думаю, даже когда мы сыграем премьеру, будут такие моменты, когда возникнет «Ай, надо было вот так сделать». Тем не менее, уже 16 декабря состоится премьера музыкального спектакля. Называется «Музыкальный спектакль. Игра. Вовка в тридевятом царстве». Почему спектакль «Игра»? Ну, хочу сказать, что вот этот жанр спектакля предложил Борис Григорьевич Гунин, наш директор. И я, конечно же, с ним согласилась. Это и стало таким направляющим вектором, в какую сторону ставить спектакль. Действительно, спектакль получился очень музыкальным, очень игровым, с интерактивом для детей. Очень много танцев, он веселый, очень много музыки. И поэтому вот так называется наш спектакль. Почему вообще была выбрана именно эта постановка «Вовка в тридевятом царстве» и как родилась идея? Откуда все? Я сейчас вам расскажу. Это очень интересная история. Мы с коллективом, с театром в апреле месяце 23-го года поехали в Белоруссию, в город Витебск. Ну, естественно, дорога длинная. Мы останавливались, чтобы отдохнуть. И вот у нас одна из остановок была возле кафе, чтобы там попить чайку, еще что-то. Я была на очередной своей диете. Они у меня постоянные. Я срываюсь с них. Но опять очередная диета. И, конечно, коллектив мой об этом знал. И все, кто поддерживал, кто как-то подсмеивался. И вот подходим мы к прилавку, где хотим купить чай. И Аня Лузгина, моя коллега, собирается покупать шоколадку. Я подхожу ей и вот этой фразой из мультика. Вы что, за меня и конфет есть будете? И Борис Григорьевич, естественно, рядом стоял. Мы все вместе. И возникли эти фразы, цитаты. И так сойдет, зажарится как-нибудь. И двое из ларца. Как вот это. Ага. И мы вот так посмеялись немножечко, повспоминали. И буквально через пару месяцев Борис Григорьевич предложил мне эту постановку. И вот как-то вот так вот все сложилось. Мы сейчас работаем. Заканчиваем практически. Ань, известный мультик. Знают все. Разобран на цитаты. Насколько вот сложно, ответственно брать на себя такую ношу? Надо же сделать не хуже того самого мультика. Да, ответственность большая. Я это понимала с самого начала. И поэтому я для себя понимала то, что это должны быть узнаваемые персонажи. Никаких экспериментов быть не должно. То есть по-другому не будет? Мы будем узнавать Вовку? Мы будем узнавать Вовку. Мы будем узнавать этих двое из ларца. Все будут узнаваемые. Но немножечко, конечно, я поработала над сценарием. Сценарий неоригинальный мне. Я дописала две сцены, так как в канун Нового года рождается наш спектакль. Конечно, не могла обойтись без Деда Мороза и Снегурочки. Но не буду раскрывать все тайны. Поэтому дописаны две сцены. Мною лично текст где-то что-то изменен. Мне хотелось вот этого волшебства для детей. Каких-то чудес. Поэтому возникли вот эти два всеми любимых персонажа, без которых Новый год не может обойтись. Дед Мороз и Снегурочка. Это уже не первая ваша режиссерская работа? Да, не первая. Как оно? Каково оно в роли режиссера? Тяжело. Очень тяжело. И ощущение, что как будто с каждой постановкой не легче, а тяжелее и тяжелее. Не знаю, с чем это связано. Но вы знаете, я в этой постановке пришла к полному ощущению того, что 60% успеха спектакля, а детского тем более, потому что там особенный зритель, детки, их нельзя обмануть. И вот этот вот контакт. Конечно, 60% успеха – это команда, которая с тобой работает. Я хочу сказать, что у меня потрясающий состав артистов. И они постоянно мне помогают, приносят какие-то идеи. Атмосфера на репетиции семейная. И бывают такие состояния, что у меня, ай, не знаю, как сцену делать. И сразу тут же Аня Кукушкина, кстати, Аня Кукушкина, актриса нашего театра, хореографа этого спектакля, подключается. Аня, давай вот так. И Наташа Демидова, потрясающая, которая играет Вовку. Вы знаете, это тот пример, когда актриса, наконец-таки, или актер, получил роль, о которой он мечтал. И она просто купается в этой роли. Я считаю, у нас потрясающе. Не хочу никого обидеть. Но это такое попадание. Она просто живет. Она вот прям Вовка из мультика. Узнаваемая, смешная. И она просто, я ее обожаю. И вот эта вот ее работа, вот она любимая, я думаю, для нее тоже. Поэтому так все складывается замечательно. И хочу сказать огромное спасибо ребятам за вот эту вот помощь, за вот этот вот отклик. То есть работа в удовольствие. Работа в удовольствие. Есть звонок зрителя, давайте ответим. Алло, Елена, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна, у меня вот такой вопрос. Я про ларец. Ведь он должен быть волшебным. Как вы подошли к его созданию? Спасибо. Ларец. Это отдельная смешная история тоже за период постановки. Не знаю, стоит ли рассказывать или нет. Ларец обязательно будет. Естественно, двое из ларца тоже в нем будут. Я подошла к этой сцене вот таким методом и таким путем. Я решила измерить двух артистов, рядом стоящих, исполняя двое из ларца. У нас Григорий Шуенков и Вячеслав Леонтьев. Два высоких таких дородных мужчины нашего театра. У меня, естественно, сразу не опал глаз на них для исполнения этих ролей. И я их измерила вдоль и поперек. И вот получилось так, что они не сидят в ларце. Ноги будут свободными. Они будут ходить, двигаться. У них там даже танец есть, пластические, зарисовка. И, естественно, вверх. А вот эта вот часть от груди до пояса будет закрыта вот этим ларцом. И дальше не буду рассказывать. Вы приходите, посмотрите. Очень смешно и забавно получилось, как они там в ларце. И только ноги у них, и голова видна. Очень забавно и очень смешно. Мы сейчас как раз-таки на том пути, что мы приспосабливаемся к этому ларцу. Но сейчас в самом разгаре? Вот репетиции сейчас в самом разгаре? Да, сейчас в самом разгаре. Я сейчас буквально после прямого эфира бегу в Дом офицеров. Аня Кукушкина сейчас приспосабливает артистов в танцы на сцене. Мы вышли уже практически на финишную прямую. Мы на сцене адаптируем этот спектакль, потому что репетировали мы в аудитории, которую нам предоставил Дом офицеров. А сейчас мы выходим на сцену. Естественно, что-то меняется. Задачи, выход сцены намного больше. Поэтому еще очень много предстоит работы. Сегодня свет будем выставлять, чтобы это было красиво и сказочно. Давайте так. Значит, сама премьера 16 декабря. Обычно мы знаем, что новогодний спектакль – это еще и интерактив у «Елки». Будет ли в этот раз интерактив? Конечно, конечно, будет интерактив. Обязательно Дед Мороз и часть персонажей пригласят всех деток и дорогих наших родителей к «Елке» красавице. Мы будем ее зажигать красивыми огнями. И загадки, и игры, и танцы. И тоже мы репетируем сейчас параллельно. Ждем, очень ждем. Очень хочется, с одной стороны, и волнительно, и трогательно, и трепетно. И вот это вот 16 числа премьера хочется наконец-таки понять по зрительской реакции. Попали, не попали, удалось, не удалось. Очень прям интересно. Слушайте, ну я думаю, что ждете не только детей, но и взрослых. И взрослым будет так же интересно, весело. Ну вот мы сами смеемся. И Андрей Юрьевич по звуку специалисты, и ребята, которые свет выставляют. И вот приходят, смотрим, и ярко, и красочно, и смешно. И сама до сих пор уже знаю текст. Наташа там, ребята что-то приносят. Новое рождается. Это так смешно. И так в точку. Спасибо, Ань, спасибо. С нетерпением ждем премьеры. А нашим зрителям напоминаю, что билеты обычно заканчиваются очень быстро. Да, практически уже, я бы сказала, нужно поторопиться. И я вас всех приглашаю. Всех мы ждем, дорогие наши зрители. Поторопитесь на нашу замечательную детскую, музыкальную, яркую, увлекательную сказку «Вовка в 39-м царстве». Спасибо большое режиссер и актриса Владимирского академического театра драмы Анна Зайцева. Сегодня у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.